Зеленый театр находится практически в самом центре парка культуры и отдыха. Наверняка все пешеходы видели его. Осколок прошлого, который так и остался вечным памятником самому себе. Раньше на крыльце висела вывеска «Добро пожаловать». Теперь ее нет. Снесли вместе со сценой. А когда-то давно, по словам рязанцев, место было прекрасным. Концерты были, показывали, приезжали. Кино каждый день вечером показывали. Ну и так. Развлекательные там какие мероприятия еще. Здесь скамеечки стояли. Там все хорошо было отделано. И народу собиралось очень много. Билет в кино стоил 30 копеек. Попасть на концерт чуть дороже – 60. Правда, цены это примерные. С тех пор прошло много времени. Теперь от бутки киномеханика остались лишь прогалы стен. А от фонарей – металлические каркасы. Сторожила с удовольствием расскажет вам о том, как приходили сюда с будущей женой или друзьями посмотреть кино или концерт. А теперь от лавочек остались только бетонные основания. А от зданий – ветхие призраки уходящей эпохи. По сцене, на которой в свое время выступали десятки актеров, теперь может пройтись любой желающий. Правда, стоит остерегаться старого здания. Оно может и обрушиться. Дверей и окон больше не осталось. Сейчас это пустые глазницы места, в котором можно встретить людей без определенного места жительства. Или подростков с бутылками алкоголя в руках. Оно стало таким в начале 90-х годов прошлого века. На 93-м на сцене показывали все меньше и меньше концертов. А потом и вовсе закрыли. Некогда величественное здание, место культурного развлечения ныне заброшено и почти забыто. Но иногда за ним следят. Так, в октябре 2018 года на все территории вырубили молодые деревья, на которые жаловались местные жители. Остались только пеньки, которые пустили свои корни в асфальтовое покрытие. О дальнейшей судьбе самого зеленого театра неизвестно. Оно так и остается – забытым красивым зданием днем и пугающим ночью. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.